Давайте поговорим о более радостной новости, чем Путин. И вообще-то, что он до сих пор продолжает находиться в кресле президента. И что он среди живых находится. Это тоже. Да, да, да. И что мы дожили до того, что все равно за год с ним ничего не произошло, к сожалению, как-нибудь удивительно. 37 миллиардов долларов. Пентагон подтвердил уже передачу военной помощи Украине. Многие это связывают с тем, что надо успеть, пока у демократов есть абсолютная власть. Во власти Соединенных Штатах Америки, во всех кабинетах. И самое главное, будут переданы системы Патриот. Для тех, кто как-то следил за современной военной историей, системы Патриот очень часто решали итоги войны. Иногда. Да, в том числе. Скажите, то, что, допустим, сейчас Украина на зиму так сильно оснащается, означает ли, что Путин, если столкнется сейчас с очередным поражением, поменяет как-то свои планы или нет? Или это бесконечная попытка сделать невозможное? Ну, вот смотрите, любые новые виды вооружения меняли картину на Театре военных действий. В августе, когда пришли Хаймерсы, вы заметите, как радикально, разительно все изменилось? Абсолютно. Одномоментно. Прямо скажем, что не хватало снарядов, того, сего. И Россия валивала по 50 тысяч снарядов в день, обкладывала всю линию фронта. До появления Хаймерсов, Марк, было просто медленное продвижение с нашим героическим сопротивлением. После Хаймерсов пошло освобождение. Все очень просто. Понимаете, то есть получается, так сказать, это решающим образом влияет. Наличие известных видов вооружений, которые необходимы для решения задач, решающим образом влияет на расстановку сил, на проведение операции и так далее. Значит, появление Патрио, даже если речь идет о их, как в системе ПВО, защите неба Украины от обстрелов ракетных, ну, значит, все, этого оружия давления на Украину больше нет. Если вот сегодня 13 дронов, говорят, пролетело, и все 13 сбиты. Да, да. Но, понимаете, 100 ракет полетело, 100 сбиты. Это что-то будет означать? Все, ну, как бы больше это не работает. А Украина в ответ будет посылать свои дроны, которые уже два раза залетали в Дягилевы и в Энгельс. И, честно говоря, ситуация там будет не лучезарная. Поэтому это целый снимается инструмент, средства, которые использовались в Москве для достижения военных целей. То есть они не смогут уничтожать вот эту самую критическую инфраструктуру. Ну, если сбивалось 90 ракет из 100, ну, условно, я говорю, там было 70-60, а будет сбиваться 100 из 100. Ну, пусть, ладно, одна, допустим, или две пролетит. Ну, ничего не получается. Это что означает? Это изменение расстановки сил. В пустую. Выпали, я, кстати, на второе место, даже на третье и на десятое отношу расходы. Они не думают о расходах, что это стоит там 700 миллионов, 500 миллионов. Это им вообще наплевать. Абсолютно и совершенно. Сколько денег они на это потратят, никого не волнует. Но с точки зрения эффективности, а что у вас еще есть, кроме баллистических ракет? Что у вас есть, кроме этих дронов иранских? Что у вас есть? А выясняется, что ничего-то и нету больше. Это то последнее, которое давало это преимущество. Мы можем обстрелить территорию Украины, а они ничего сделать не могут. А оказывается, вы и не можете обстрелить территорию Украины. А украинцы могут обстрелить, используя свои дроны, которые летят по меньшей мере на 700 километров и несут 75 килограмм взрывчаток. Потому что я не видел, чтобы у России были такие же системы. Патриот, Насамс, Айрис и все остальные инструментарии, полученные Украиной за эти все месяцы. Пока начата вот эта геноцидная ракетная обстрел в территории Украины. Нет, нет. С-300 и С-400, да, максимум. Они вот видите, как работали С-300. Видите, как? То есть в Шитове вот было такое, потому что, ну, советские вооружения. Понимаете? Советские вооружения. Ничего цели. Марк, расскажите, вы заметили для себя, что в США такое впечатление, что приняли очень важный шаг и очень важные изменения в дипломатии и начали делать так же, как делает Россия. Говорит, что мы этого не сделаем, мы ничего не поставим. Вот такое впечатление, что просто поставляют. И все это происходит методично, прямолинейно и довольно понятно. Как и делает Путин. Нас там нет. Мы ничего, мы на кого не нападали. Вот так же и США, вроде говорят. Мы ничего не передаем. Но, тем не менее, вот Патриот передают, которые не хотели передавать в течение полугода. Как вы думаете, дойдет ли это до этакам? Смотрите, первая вот эта тема, да. Относительно брать на себя ответственность за обстрелы. А чего Украина вот не признает, что? Почему, кому она должна? Ну, простой вопрос. Почему она должна признаться? Хоть в Крымском мосте, хоть в Энгельсе, хоть в Диаге. Почему, перед кем она обязана? Перед Путиным? Я уже много раз говорил. Победить Путина нужно в том числе и его оружием. Его обманывать, цинично кидать, разводить. Подставлять. Обещать одно, делать другое. И так далее. По отношению к злодею можно все. Все эти разговоры про этику, шметику. Цена этого всего жизни людей. Живых. Настоящих живых. Прям людей, украинцев, которых убивают. И одного ублюдка разводить и, значит, обманывать, не признаваться в том, что ты делаешь. Это настолько меньшее зло и настолько несопоставимые вообще вещи. Поэтому никто, как я понимаю, это усвоено. Все откинуты эти ненужные, абсолютно мешающие ведению войны условности. И теперь делают все, что считают нужным. И также считают нужным обозначать это. Невыгодно, ненужно, опасно. Договорились не делать это. И не делают. Я напомню. Россия 8 лет присутствовала в Донбассе, захватив, оккупировав и говорил про их там нет. Это не мы теперь. А вот вам получите обратно, собственно говоря. А лаверды возвращаются к вам уже то, что вы делали все 8 лет. Вам не нравится? Ну так извините. Кого это волнует теперь? Сейчас больше никого не волнует. Правила международные. Они же отказались от международного права. Россия вышла из системы международного права. Она не хочет соблюдать ни Женевские конвенции, ни Уставы ООН. Ничего. Почему по отношению к ней нужно соблюдать это все? Я вот понять не могу. Я сейчас конкретно говорю о московском руководстве, о Кремле и так далее. Ну народ не спрашивает. Народ он безучастный, безмолвственный. А по отношению к Кремлю вообще можно все. Обманывать, кидать, обманывать, разводить. Все можно. Понимаете? И поэтому и Запад частично начинает действовать так же. Как они прокомментировали Энгель Сидиа. Раз Украина не призналась, мы ничего не знаем. Это вы сами курите или что? Ну то есть как бы ушли. Хотя все прекрасно все понимают. Но такова началась война. И заметьте, как только начали действовать методами этого персонажа, сразу какие-то в общем... С одной стороны кисляк начался в Кремле. Ну а почему? Вот мы же сказали, что это вы вот все делаете, а вы вот не признаете. С чего бы это? Почему бы это? Чтобы вам потешить? Чтобы вы могли эксплуатировать это в Совете Безопасности или где-то еще что ли? А зачем? А почему? То есть действительно война приобрела ту стадию цинизма и отказа, повторяя, от этих условностей, когда можно все. И поэтому можно передавать оружие, я вообще не очень понимаю. Отдали бы эти атака, мы ничего не передавали. Ну как же вы не передавали? Ну так. Иран что, сильно признался в том, что он передал эти вооружения под давлением с десятого раза? Ой, мы до войны передали. Ой, мы передали с ограничениями. Но играть в ту же игру. Почему нет? Я вообще не понимаю. Может передать все на свете, хоть ядерное оружие. Сказать, это не мы. Понимаете? Потому что больше нету международного права. Россия сама отказалась от участия в системе международного права и международных обязательств. Просто отказалась. Она сказала, мы больше в этом не участвуем. Не важно, потому что они там плетут. Но по существу это так. Ну раз тогда так, значит по-другому. И в этом смысле я считаю, что и американцы, хоть и нехотя, хоть и медленно, но они этой тактике обучаются и начинают вести себя так же цинично. КОНЕЦ КОНЕЦ